добрый день дорогие друзья сегодня мая у нас 23 число суббота шаббат шалом сегодня у меня шаббат я по обыкновению своему на молитвенной прогулке углубляюсь познание бога хочу глубины зрелости и знаете на глубине как я уже говорил бог открывается нам свое многообразие своих многообразных образах и сегодня образ которым я хочу вас познакомить наш бог он победитель иисус он победитель победите однажды и он попал в небесный иерусалим и там была книга который никто не был достоин открыть чтобы прочитать написанное в ней и он так расстроился что начал плакать но один из старцев сказал не плачь вот агнец божий с колена иудина он победил всякий грех все испытания и искушения и он достоин снять печать с этой книги и прочитать наши иисусом победители библия друзья говорит что во христе иисусе мы больше чем победители писание учит нас блаженный побеждающий я вот все думаю что мы должны побеждать или кого мы должны побеждать номер один я думаю конечно же не дьявол потому что дьявол это уже пораженный потерпевшие поражение христос его уже победил если ты во христе ты у поэтому ты уже больше чем победить нашу греховную природу который мы унаследовали от падшего адама нашу плоть с ее страстями и похотями вот это не тело плоть это природа падшего человеческого человечество которое постоянно противится богу победитель побеждающий апостол павел написал об этом так я каждый день распинаю свою плоть со страстями и похотями знаете искушение они всегда были есть и будут искушение были есть и будут искушается друзья побеждаются искушениями это только те которые не научились держать свою верхую природу природу греха в подчинении святому духу давайте согласимся когда ты в духе тогда же ты сильный тогда ты даже не думаешь о грехе не думаешь об искушении не думаешь о поражении когда ты в духе ты всегда думаешь о победах и у тебя есть сила чтобы побеждать именно об этом иисус сказал перед тем как был вознесен на небеса но вы примете силу когда сойдет святой вот оно помазание знаете сила святого духа и власти проявления святого духа нам даны чтобы природа бога она побеждала в нашей жизни все обстоятельства всей ситуации в нашей жизни недавно прочитал в евангелии от луки 21 глава там интересное место такое что в последнее время люди будут издыхать от страхов и от ужасов и от ожиданий без издыхать посмотрел современный перевод там написано люди будут ослабевать от страх знаете демонические страхи они могут побеждать только падшую природу любые страхи связаны с болезнями катаклизмами они могут побеждать только падшего человек живешь когда ты по духу поступаешь у тебя есть сила бог нам не дал бога страха мы жили брат бог нам дал духа силы любви самообладание самодисциплин победитель это тот который вышел победоносным после какого-то сражения и наше сражение друзья с греховной природы это именно то чем дьявол искушал иисуса в пустыне природа бога она победила в жизни иисуса христа и поэтому в пустыне он вошел видом и святым духом но вышел из пустыни в победе в силе святого духа и начались проявления но друзья победа не формируется в галачах мы должны научиться дисциплинировать свое тело чтобы наше тело она исполняла непухоти греховные но наше тело исполнялось святым и огнем чтобы наше тело по-настоящему оно было храмом живущего в нас святого духа апостол яков он сказал так блаженны побеждающие искушения ибо эти люди они получат венец жизни наш христос он победитель друзья его кресте мы должны научиться победить эту греховную природу которую носит каждый из нас почему кто-то в запое почему кто-то в отступлении почему кто-то в ропоте да потому что природа греха на данный момент она победила природу бога в твоей жизни для того чтобы побеждать иисус сказал когда дух бодр иисус сказал интересную мысль когда дух бодр вы слышите когда дух бодр тогда плоть она немощна знаете это очень важно держать нашу плоть в дисциплине духа именно поэтому библия учит нас по духу поступайте они по плоти плоти дух это две природы которые внутри нас рожденных свыше людей и они постоянно противиться когда ты не живешь по плоти ты знаешь что нужно делать доброе поступать по духу носил себе не находишь и поэтому ты расстраиваешься и огорчаешься но благодарение богу который даровал нам победу через господа иисуса христа для того чтобы побеждать я принял для себя я должен утвердить образ победителя в своей жизни знаете у нас есть выбор этот образ который мы утверждаем своей жизни например я принял образ утвердать образ победителя иисуса христа о горнем размышлять о не земном и когда это трудно друзья я всегда начинаю думать а как бы иисус поступил на моем месте знаете это не то что я сейчас тарапорюсь меня тоже будут иметь сражения с греховной природой бывает даже где-то я проигрываю такая печаль но это друзья не дает нам повод упустить рук иисус совершил полную совершенную победу на искупление для того чтобы сегодня во христе он излил святого духа в нашу жизнь чтобы мы имели победу над всем демоническим нашей жизни когда ты под духу поступаешь тогда приходит радость и торжество ты гордишься за самого себя тебе радостно за то что новая природа природа бога она победила те или иные искушения испытания потому что впереди жизнь не очень легкая будет друзья как говорят в том анекдоте оказывается хорошие времена они уже были впереди друзья я думаю это мое откровение никого не хочу запугать будет очень сложные времена именно поэтому сегодня посыл я верю святого духа наш бог он победитель мы должны планировать победу мечтать о победах знаете должны научиться побеждать своей собственной жизни для того что спасение пришел пришло в весь твой дом кто-то должен стать примером и бог говорить тебе сегодня ты можешь стать примером сегодняшнего дня с этой минуты все может измениться в твоей жизни да ты можешь сказать я же проиграл столько сражений послушайте великой отечественной войне советская армия она проиграла правы значительные сражения но пришел переломный момент они остановились и они сказали позади москва мы не позволим врагу больше пройти знаете эти люди герои они сами сказали себе во что бы то ни стало я не позволю чтобы враг одолел мои территории и точно стоят двери я буду сеять я буду побеждать знаете петр тоже иисус назвал его ты кифа камень петр ты теперь не тростник симон переводилась как тростник колебли мы точно так же и мы когда силой власть святого духа еще не настолько сильно проявляется в нашей жизни мы колеблимся через различные искушения и испытания но когда через дух самодисциплины мы тренируемся и позволяем прививать святому духу свои желания и свои привычки ты увидишь рано или поздно все изменится в твоей жизни и ты будешь победить библия говорит 7 раз упадет праведник и поднимет и восставит его господь поэтому у меня добрый но сегодня к тебе может быть страхи они настолько вгоняя тебя в депрессию послушай давай будем поступать по духу поступать по духу это означает принять решение я буду сражаться я буду воевать я буду распинать свою плоть со страстями чтобы никакой дух страха никогда не владел мной и так именем иисуса христа и силу и святого духа я принимаю решение противостоять всем козним дьявольским я принимаю решение побеждать греховную природу побеждать силу и властью святого духа знаете у греховной природы есть привычный образ жизни она всего боится она ленится она ничего не хочет делать и принимать никакой ответственности но и у святого духа друзья тоже есть образ и мыслей во что бы то ни стало бог мы победил и я во кресте иисусе больше чем победить приглашаю вас завтра у нас уже не воскресенье в три часа дня по тихоокеанскому времени мы будем в онлайн эфире проводить воскресное служение поэтому давайте будем вместе смиряться и сокрушаться перед могущественной рукой у господа потому что бог говорит вот на кого я презрю на смиренных и сокрушенных людей и трепещущим перед словом моим об этом мы будем говорить завтра друзьям и сокрушение смирения не нужно святому духу сокрушение и смирение она нужна именно человеку который принял решение во что бы то ни стало побеждать греховную природу и трепетать перед словом возвращаться к откровению слова божьего библия говорит слово христово да вселяется у вас обильно со всякой премудростью и благодатью будьте благословенны и будьте победителями твоим иисусом